Доброго времени суток, моя семья, моя интернет-семья. Все, кто только что ко мне присоединился, всем доброго-доброго времени суток. Итак, вместе ждём, пока зайдёт солнышко, да? Зайдёт сейчас солнышко и всё. Меня спросили, можно ли есть хлеб? Как вот по библейским принципам. Вы знаете, как? Очень положительно. По библейским принципам очень даже хорошо ели хлеб. Другое, совершенно другое дело, какой хлеб ели. Это вопрос, конечно же, совсем из другой категории. Какой хлеб ели? Например, хлеб и царь Давид. Величайший царь такой был, царь Израиля Давид. Он ел много хлеба. В Писании содержится больше ссылок на хлеб и зерно применительно к его жизни, чем к жизни любого другого персонажа Библии. Вот если вы просмотрите, изучите, проанализируете, то вы чётко поймёте, что именно там, где речь идёт о Давиде, больше всего упоминаний о хлебе и о зерне. И когда Давид был ребёнком, его отец Иссея велел ему отнести братьям эфу сушёных зёрен. Помните такое? Кто читал? И десять хлебов. И братья Давида в это время находились в военном стане армии Саула. Там готовились к какому-то сражению, по-моему, с филистимлянами. Если я ошибаюсь, поправьте меня. И предводителем филистимлян тогда был великан Голиаф. Великан – это высокий по сравнению со всеми другими, огромный, огромных размеров был Голиаф. Эфа зерна приблизительно соответствует пяти галлонам, то есть 22 литра. А вообще перед тем, как Давид стал царём, он 10 лет прятался. Он спасался от Саула, который хотел его убить. Давид и его люди охраняли пастухов и их стада в той местности, где Давид скрывался от Саула. Одним из хозяев стад был человек по имени Навал. И Давид послал 10 своих людей к Навалу, чтобы попросить его заплатить за охрану пастухов и стад пищи. Но Навал отказался. Это, посмотрите, Первое царство, глава 25. Там про это хорошо-хорошо всё написано. И когда жена Навала Авигея узнала об этом, она сама отнесла пищу Давиду и оплату, это была как оплата за его услугу, 200 хлебов и 2 меха с вином, и 5 овец приготовленных, и 5 мер сушёных зёрен, и 100 связок изюму, и 200 связок с мокв. Вот это всё я выписываю себе и запоминаю. И, конечно, я очень люблю изюм, и очень часто вы можете у меня на столе видеть сухофрукты и изюм в том числе. И вот таким образом Господь предоставил Давиду пищу через Авигею. В более поздние годы жизни Давид оставил Иерусалим после того, как его сын Авесалом организовал заговор против него, чтобы отнять у отца власть. Давид и местные жители принесли ему провизию. Помните, что там принесли они? И пшеницу, и ячмень, и муку, и пшено, и бобы, и чечевицу, и жареных зёрен, и мёду, и масло, и овец, и сыру коровьего. И поговорили они, народ голоден и утомлён, и терпел жажду в пустыне. Это Второе царство, глава 17. С 28 по 29 стих вы это можете увидеть. А в Псалме 36, посмотрите, Псалом, посередине Библии, 25 стих, Давид писал, что не видел праведника оставленным и потомков его, просящих хлеба. Он знал это по собственному опыту. Поэтому, как вы видите, очень много хлеба ели. Но какой хлеб и как они готовили? Как в тех странах, в тех местах готовили хлеб? Были ли дрожжи? Ответ очевиден, по-моему, нет. Дрожжей не было. Но бывало делали квасной хлеб, а бывало делали постный хлеб. Потому он назывался постный. Когда постились, делали постные лепешечки такие. Нельзя было ни квасное, ничего такого. А так делали закваску для хлеба. Но это не дрожжи, а закваска. Вот настолько интересно изучать, проникаться. И тогда ты понимаешь, что ничего себе. Вот это да! Ведь можно питаться по Библии и быть полностью здоровым. Нет, люди впихивают в себя жиры. Люди впихивают в себя те, я не знаю, макаронные, мучное, причем такое, на таких дрожжах приготовлено, на трансжирах, на маргаринах, на всем вот на этом с кремом. В общем, сами себя травят, убивают свою печень и все остальные органы. И потом рассказывают сказки, что да, у меня давно всегда все-все ели, так и по сто лет жили. Никто не жил по сто лет. У нас раньше в Савдепи смотришь на человека в 60 лет, в 55-57, он уже старик. Просто старик. Вот так бабушку называли. Это же надо женщину, молодую. Сейчас вон в 40 лет, все изменилось. Сейчас в 40 лет рожают. Тогда подумать только в 40 лет, чтобы рожали. Ой, вы что? И вот смотрите, как солнышко заходит. Как замечательно, как прекрасно вот это наблюдать. Я все время захожу сюда, беру чашечку кофе или чашечку чая и наблюдаю за вот этим процессом. И вот такой вот вопрос попался по поводу хлеба. Думаю, обязательно выпишу все-все-все моменты, связанные с этим. И обязательно с вами поделюсь и расскажу. Хлеб играл очень большую роль в жизни и проповедях Иисуса. Но в его времена хлеб, я еще раз говорю, он не был похож на батоны. Он выпекался на больших плоских камнях. Тесто раскатывалось в широкий плоский круг, наподобие традиционной итальянской пиццы, типа вот этого. Он был большим, как блин, но тонким, как бумага. То, что называется лаваш, человек лаваш. В Азии такой кушают, в армянской кухне, в грузинской, в кавказской. По-моему, у всех вот правильный хлеб такой, правильный. Вы сейчас скажете, что же мы неправильно едим? Ну, видимо, нет, видимо, нет. Видимо, нам учиться, учиться и учиться. Вот, современной версией вот таких хлебов является вот как раз-таки лаваш или пита. У меня есть в моей библиотечке, в кулинарии, если вы зайдете у меня на канале в кулинарию, я там делаю питу. И вот там как раз с кармашком такая пита. Вот такого плана хлеб. Вот. И за каждым приемом пищи человек обычно съедал два-три таких хлеба. Иисус, он часто упоминал хлеб в своих проповедях. Например, просите и дано будет вам. Ищите и найдете, стучите и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, ищущий находит, и стучащему отворят. Есть ли, есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, говорит Иисус. И опять речь идет о хлебе. И когда попросит рыбы, подал бы ему змею. Видите, змей есть нельзя. Считается это гадостью. Вот Иисус ярко нам показывает. Итак, если вы, будучи злый, умеете даяния благие давать детям вашим. Тем более, Отец ваш Небесный даст благо просящим у него. Это от Матфея, глава 7, стих 7 по 11. Там вы можете прочитать. Иисус считал хлеб Божьим даром. «Я, если мы хлеб жизни, – говорил Он, – отцы ваши ели манну в пустыне и умерли, хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я, хлеб живый, сшедший с небес, едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я дам за жизнь мира». Иоанна, посмотрите, глава 6, 48 по 51 стишок. Иисус знал, что хлеб – основа человеческой жизни. Поэтому, как говорили раньше, хлеб – всему голова. Это правда. Это правда. Именно так. Это основа человеческой жизни. И если философски подумать, как Библию читаем, философски – это основа, плоть, понимаете? Вот так вот. Это основа жизни. Подобным образом только те, кто примет Иисуса, его жертву, и вкусят хлеб жизни. Вот я хотела вкусить хлеб жизни, я его вкусила, вкушаю, продолжаю изучать, получать вечную духовную жизнь. Ну вот как-то так. Таким вот образом. Ну, не знаю, ответила я на ваш вопрос. Еще о хлебе можно рассуждать и говорить. И о Иисусе и празднике пресноков. Иисус на тайной вечере. Можно об этом еще говорить. Много. Про хлеб очень много. Так что никто не говорит, что хлеб не ешьте. Смотря какой хлеб, как приготовлен. Я сама порой неправильно выпекаю, но стараюсь, по крайней мере стараюсь. А порой просто лень выпекать. Так покупаешь. Конечно, стараешься без дрожжевой или там темной муки. Ну, как получается, в общем-то. Люблю с высевками. Кто как. Но хлеб имеет большое значение. Вот и все. Я люблю вас. Солнышко уже село. Будьте благословены вы, ваши близкие. Дай Бог вам здоровья. Дай Бог здоровья вашим детям, вашим родным, вашим близким. Радости, благословений. Несмотря ни на что. Держитесь, будьте здоровы и радуйтесь. Благодарите Господа за каждый день. А тот, кто будет роптать, закончит плохо. Пока-пока.